Привет! Меня зовут Каимов Даниил, и сегодня мы с вами решим задачу на нахождение равнодействующей сил. Условие задачи таково. Найти равнодействующую силу вдоль оси Х, если F1 равно 10 Н, F2 — 8 Н, а F3 — 20 Н. Из рисунка, прилагаемого к задачам, видно, что сила F1 находится под углом 30 градусов к оси Х. Сила F2 под углом 45 градусов к оси У, а значит и 45 к оси Х, так как угол между осями Х и У равен 90 градусам. И сила F3 находится под углом 30 градусов к оси Х. Перейдем непосредственно к решению задачи. Я заранее написал дано, выписал величина силы F1 — 10 Н, F2 — 8 Н, F3 — 20 Н. Угол между осью Х и силами F1 и F3 одинаковый, обозначим его буквой α, равен он 30 градусам. И угол между F2 и осью У, как и осью Х, равен 45 градусам. Я бы означал этот угол углом β. Нас просят найти равнодействующую всех сил вдоль оси Х. То есть, фактически нас просят найти сумму всех проекций. Данная буква — это греческая буква σ, которая означает сумму. Когда вы увидите, что написана сумма σF и Tx, это значит, что вас просят найти в нашем случае, по крайней мере, F1 Х плюс F2 Х плюс F3 Х. То есть, есть не что иное, как сумма всех проекций. Это и есть равнодействующая всех сил вдоль оси Х. Для того, чтобы найти эту равнодействующую, нам нужно сначала найти каждую из проекций. Начнем с F1 Х. F1 Х равна. Что же такое проекция силы F1 на ось Х? Проекция — это отрезок, который получается после того, как мы опускаем перпендикуляр на ось изначальной и из конечной точки. Проекция, точнее, перпендикуляр опущенный из начальной точки вектора — это есть начальная точка вектора, потому что этот вектор начинается из нуля. И вот у нас перпендикуляр, опущенный из конца. Мы получаем с вами прямоугольный треугольник. Как же нам найти проекцию силы F1, если мы знаем только величину вектора F и угол? Напомню вам, что в прямоугольном треугольнике, если один из углов равен, например, F, а стороны равны A, B и C. Косинусом угла F называется величина, равная отношению прилежащего катета к гипотенузе. Отсюда мы с вами можем сделать вывод, что в таком случае катет равен гипотенузе, умноженный на косинус прилежащего к этому катету угла. Наш случай здесь практически аналогичный. Соответственно, проекция силы F1 на ось Х, если что иное, как произведение величины вектора F1, поскольку его величина является в данном треугольнике гипотенузой, умноженной на косинус альфа. Подставим издано величины в это уравнение и получим 10 умножить на косинус 30 градусов. Косинус 30 градусов равен корню из трех деленному на два. Корень из трех деленый на два. Сокращая, получаем 5 корней из трех. Найдем же проекцию силы, проекцию силы F2 на ось Х. F2 на ось Х. Это проекция. Ее несколько трудно обозначить на рисунке нашем. Ну, вот она. А данный угол, данный угол, он тоже угол бета. Поскольку бета равен 45 градусам. А угол между осью Y и Х 90 градусов. Соответственно, проекция силы F2 на ось Х, если что иное, как произведение величины вектора F2 на косинус угла бета. Подставим величины из данного F2 на 8 ньютонов. А косинус 45 градусов корень из двух делить на два. Корень из двух делить на два. Сокращая, получаем 4 корня из двух. Извините, прошу меня простить. Единицы измерения писать обязательно. Ньютоны. Ньютоны. Потому как проекция это тоже физическая величина. И в предпоследнюю очередь найдем проекцию силы F3. Проекция силы F3 на ось Х. И здесь на нашем рисунке будет чуть попроще ее обозначить. Вот она, эта проекция. Следует заметить, что F3, вектор силы F3 направлен против положительного направления оси Х. Соответственно, в проекции мы должны поставить минус. Соответственно, если это угол альфа, а F3, это величина вектора F3 является гипотенузой данного прямоугольного треугольника, Получается, что проекция силы F3 на ось Х равна минус величина F3 умножить на косинус альфа. Получается, подставляя значение из дано, минус 20 умножить на косинус альфа. Косинус 30 градусов, корень из трех деленный на 2. Получаем, минус 10 корней из трех. И чтобы решить данную задачу, нам осталось всего лишь просуммировать данные проекции. Сумма всех итых сил по оси Х равно F1, Х в нашем случае 5 корней из трех. Дальше, плюс F2, плюс 4 корни из двух. И плюс F3, проекция третьей силы на ось Х. Напоминаю вам, что она отрицательная. Мы можем написать либо плюс, минус 10 корней из трех, но я предпочиту сразу написать минус 10 корней из трех. Суммируя данные выражения, получим с вами. 5 корней из трех минус 10 корней из трех, это минус 5 корней из трех. Соответственно, получившаяся сила это 4 корня из двух минус 5 корней из трех ньютонов. Давайте же с вами определим, куда будет направлена равнодействующая сила. Мы с вами получили проект с равнодействующей силой, а значит, если она будет положительна, то равнодействующая сила будет направлена в положительное направление оси Х. Если данное число будет отрицательным, значит равнодействующая сила направлена против оси Х. Давайте же с вами посмотрим. 4 корня из двух очевидно меньше, чем 5 корней из трех. Поскольку корень из трех больше корня из двух, так здесь корней из трех еще больше Соответственно, наш вектор, получившийся, результирующий, будет направлен либо так, либо так, либо вовсе вот так То есть в отрицательном направлении оси иксов Спасибо за внимание, до встречи на следующем занятии